серьезно по факту сил особых и как бы усилий особых не прилагает ну или может быть мы этого не видим про так как нет особых результатов те же поэры видно что по игре приподнялись очень знатно а не только фнг подготовился к команде нави он почти всегда банит одних и тех же героев лишает он их возможности раннего ганга и как-то ломает их не линии планет вот инвокер нюкс этот красный парень с дриадой но нави теперь немножечко садаптировались убрали они аппарата во второй стадии в первой стадии понимаю что сейчас это один из самых сильных саппортов на данный момент после этого также забрали убрали еще двух саппортов нави теперь пошли полностью по саппортам в этой игре как знаешь если играет против империи то делает основной упор в сильную сторону империи как правило это был последнее время маг это клакверк нюкс ассасин и прочие герои а тут как мы видим основная боевая мощь пэров это саппорты которые доминируют на ранней стадии игры вот минус это на решили взять теперь вот как раз то о чем я говорил это бой это реально бой и агрессия на ранней стадии при том очень сильная линия как тимбер как ланая это наверное два одних их и самых сильных соля ров на ранней стадии которые из которых во первых неудобно стоять а во вторых их очень тяжело гангать виду их способностям выживания и при этом забирают также двух учительных кастеров которые способны делать что угодно ну вот смотри вот пик упр сейчас в плане файта просто нереально жесткий потому что эти баночки тимберу не дадут то если хорошо закинуть не дадут вообще ничего сделать в драке плюс есть возможность всегда кого-то засейвить за счет венги dream coil и как бы вот я смотрю но хотя и у ребят из navi тоже такой пик что например какая темп ларка за фиссуру но за время стана фиссуры кунь твич доктор развалит за секунду если брать по файту то если пэры все грамотно кинут они развалят кабины но пик нами он сейчас попроще впереди бежит ланая с тимбером танкует дают прокасты за ними идет мэйденка шейкером также кидают свои штучки и под конец сейчас нужен ренджовый огельщик который будет носить море дпс а скидку приходится например луна или гирокоптер чтобы максимально усилить свой тимфайт у рейнджеров пока нет ни одного героя который пособирал блэкинг бар поэтому луна тут на мой взгляд сейчас нави таким медузу берут хвосту выделим и как хвост уже на ней переворачивать часть игр но кстати она здесь тоже вполне эффективна но думают думают есть еще апреры кстати ударились потрясающей агрессии они теперь в каждой игре набирают 3 3 кастеров на онлайн полностью играть игнорируя каких-то милишных ребят понимают они что не хотят они затягивают игру с нави на там 30 плюс минут потому что чем дальше тем больше опыт начинает на ситуацию влиять начинает мягко говоря оллайн делать потому что если если вот эти вот саппорты венга вич доктор венек они хорошо в ранней стадии игры если они покажут и останутся вот своими седьмилами лавелами то потом это очень сложно драться кстати по поводу предыдущей игры там ну то что нави сдались это потому что они прям вообще и шансов победители пожили вот ну черт с ним игры и все дела на эту игру пофиг там похоже как шахматы где вот ты случайно отдал там например ферзя играешь против сильного шахматисты ты понимаешь что что бы ты ни делал тебя добьет рано или поздно и в этот момент ты решаешь сэкономить силы решаешь сохранить свою мораль и переходишь к новой игре похоже мы делали на интернешен ли когда айджи нас убили за 15 минут со счетом 5 5 1 где у нас был полный аллах аквар и после этого мы спокойно две игры взяли ты сохраняешь силы да да мораль все такое да конечно ну что ж у нави дэнди значит на темплар ассасин хвост сел на вайпера пупей цемочка фаник на тимбере и куроку на шейкере а за первых у нас fng на веномансере чеширский код на фурионе тендинг скандал на паки джеймс на вич докторе и на кэри венджи фулл спирит так и вот она сейчас должна сработать чуйка пупе я должен быть сделал фб на пупе но спали прошла на или нет совсем да не совсем я думаю пупе сейчас единственный кто понимает что скорее всего они пойдут на рошана ой 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 ты посмотри пенечки пенечки идут и сейчас дэнди дэнди сейчас это спалит тоже увидел видели они что забирают рошана и нас ждет рака рошана буквально две с туристов нг он делает вид что он здесь один что они не забирают рошана что что ничего нет и сура но она не попадает и гелем цепляет последний пикселем дэнди мона есть у него ну нет инвиза есть у него рефракшн который продлит его жизнь буквально на чуть-чуть еще и фирсблот за пауэрэнджерсами и вот у меня чувство вот это знаешь когда люди пишут гг я уже стремлю не первый год и как бы вот это чувство но то что сейчас команда напишет гг общий чат вот у меня сейчас вот это чувство было что сейчас вот просто нави напишут гг и просто не будут играть дальше это какой-то прям такой треш нави сейчас в таком положении незавидно как они будут выкручиваться даже не знаю то зато в каком положении те кто поставили на прф потому что напомним и мы что коэффициент 5 0 5 0 там сейчас наверно просто люди прыгают до потолка и уже предвкушают тратят грубо говоря те деньги которые могут выиграть теперь снизу у нас очень печальная ситуация первого находится нами нападают на них с урочек шикарно просто отрезает но пупея пытается забрать ничего не выходит джеффор отступил вот тебе и фисурка блестяще сыграл к уроке полностью засевил и хочется дополнить про того рошана что вот этот рошан это вот благодаря тому что веник вышел и команда где-то секунд пять-десять думала а забирают они его или нет да или чё этот веник стоит это вот и дало те самые секунды и с другой стороны а что могли бы сделать navi там поздно они поздно пришли даже если бы они ринулись всей толпой туда к этому рошану ну и чтобы они сделали то они бы получили двое-трое гель и пока бы добежали рошана бы убили и потом эти товарищи которые были под гелем тупо понаумирали потому что сразу плюс там три левела плюс два левела каждому и ты сам понимаешь чем бы там все закончилось для navi в итоге это порешало то что они взяли фб приятно причем очень приятно потому что теперь дэнди хоть он и стоит на лана и медье которая блестяще стоит против пака пак у нас 4 левел а ланая только 3 и у нее уже выбит весь реген тут и крип статы пониже обычно наоборот все начинается хорошо для темп ларки потом уже пак потихонечку восстанавливается ласт хитит за счет арбы поправляя крипов но тут уже ситуация совсем другая тяжко-тяжко приходится дэнди ставку нужно делать вот на этого парня который сверху сейчас у него фнг сари в засаде сидит его видит куроку тут скорее фнг видит куроку но не стал плевать в него нет маны 3 воды не хватало чтобы дать ель так бы убили им даже не особо нужно идти они добивают почти всех крипов вайпер которому главное в игре наверное это левел и вот первый ключевой айтем на выживаемость это мека и там возможно тот же вангвард сейчас лишен этого шанса теперь проблемы линия в разы сильнее ну очень хороший мы видим у дэнди винрейт на этом герое так и тут давят прям по товар цепляет кур роста баночки шикарным образом летают фиссура по двоим хорошо зацепила мун все-таки выживет ну вот ты посмотри как малых остается с пласки восстанавливается еще и погоня идет за цемкой это минус 3 прилетел чеширский кот не переагревает а в тупую бьет и умирает выбила егис все понял он просто отдала x3 телепорта воу вот это да и фнг фнг загулял это будет первый килл для navi тут уже без вариантов для фнг умирает хвоста тоже зажали хвост минус gefor gefor уходит тычка пытаются забрать на вот 5 хп регена казалось бы но у купе не хватает урона чтобы добить и в итоге еще могут купе пытаться забрать все очень нагло действует power rangers рассчитывают все свои силы очень грамотно все суппорты каленые но это просто браво 17 вот так вот то вот то самое чувство о котором ты думаешь все ближе и ближе подходит к этому моменту близки да что сейчас ладно шейкер ладно кристалл мейден вы саппорт вы хотя бы у вас есть нюки но представь каково сейчас хвосту который на вайпере 285 месса без айтемов без сапога ему нужно где-то фармить на него прям вот вот сюда потом нападают и всю команду забирают и после того как они выиграли файл точнее после того как они проиграли 2 асфальт они пошли пешком без сапогов до этого лайна так на вещи ни разу не опускали но на моей памяти на официальных турнирах да это конечно избиение просто если б я не знал ну то есть вот была бы игра без тегов я бы наверное подумал что ну не знаю я даже не знаю я не буду никого ставить на место нами сейчас вот кого вы не скажи это будет звучать как какое-то оскорбление ну я бы ни за что не догадался я бы составил список и нави были бы наверно самыми последними а и теперь мы знаем мы также мы все знаем что нави умеет переворачивать нави умеет удивлять эти отмышку камбэка так и пошел переворачивать купей уже переворачивает и хвост думает что я в этой игре делают что за героев ты не успевает блага ушел были веры были пристас of the moon были герои которые могли бегать прыгать сами убивать нападать а сейчас обе игры хвост 1 играет на слордаре и бегает получает в табло всю игру и спрашивает ребята когда же вы что-то сделаете сверху у нас купей охотится за чеширом чешир прекрасно читает и отступает а сейчас он играет на вайпере и проблема вайпера в том что он здесь даже в табло не может получить потому что сразу умирает и дома ждем из-за этого находит чешира нападает сзади чешир хочет ракет паникой ну хоть что-то хоть что-то пытаются вот такими небольшими уколами как-то вернуться в игру если глянуть на экономику там уже более 5000 и по xp ближе к трем если сейчас еще power rangers будут наращивать это преимущество и с появлением рошана сразу его убьют то это будет просто нереально огромное преимущество которое перевернуть ну я даже не знаю какое чудо должно произойти не те герои по моему которыми можно было бы перевернуть но пока navi не сдаются играют до последнего стоит отдать должное что ребята нас нас чат сколько там 30 тысяч зрителей все пишут 1 3 2 2 3 2 2 сверху прыгает чешир на фанико потрясающий прокат чешир очень красный ловит фанико на если успеет хотя бы забрать чешира но не успевает буквально там доли секунды не хватило курьер даже попал под раздачу но сейчас power rangers играет очень нагло и они должны так играть использовать свою реализовывать свое преимущество убили хвоста на топе убил его g4 через маледикт через банки и через ульту ну в общем такой изи фраг промаксил маледикты по сути сейчас вот этот вич доктор как в паблике может бегать убивать и иметь чуть ли не лучше всех статистику в команде этот вич доктор может попасть в мувик если он собирает аганим и знаешь и накроет пятерых своей ультой потому что вот этот наверное один из самых недооцененных саппортов на данный момент у него все обилки имеют блестящий потенциал как в начале так и в лейте и вот ультимейт чем раньше он собирает аганим тем сильнее он становится если ты доминируешь что это круто да и он является таким же хорошим формилой лесным как и какая-нибудь цемочка ну цемка я само собой лучше но у вич доктора если промаксить банки там он тоже очень хорошо справляется с нейтралами наносят нам по 150 демаджа за каждую банку их восемь штук то есть каких нибудь там он сатиров легко разваливаешь там только в путь ого ты посмотри это вот помнишь тот самый вайпер который бегал и убивал но теперь судьба немножко немножко отличается от того вайпера с другим местом к нему да сейчас хвост летает на вайпере он думает где же ему взять фарм потому что фаник он нашел себе самую сладенькую линию это снизу потому что сейчас снизу никого нет за отсутствие тавра и фаник может себе позволить это делать если сюда придет хвост сюда сразу прибежит губ бригада и фаник не боится смотри а сашка сверху стоит и блочит крипов старается вот хоть как-то вынестись но он свое время стоял на харде он знает как тут стоять нападает надо идти убить и цепляет утром кофе нападает гейлов дай мне приехал конечная остановка летит фурион на центр но вич доктор еще ульта есть он еще ее не тратил откатила и ты знаешь во всей этой ситуации самое печальное это то что еще у пэров и рошан которых поджидает а да так я же об этом и говорю когда ты убиваешь до выхода крипов рошана и получаешь дикое преимущество то потом проиграть практически нереально если ты проиграл то можно свободно делать дисбант и просто потому что у вас ну я даже не знаю потому что проиграть практически реально невозможно ты делаешь ты получаешь огромный буст и на 10 минуте этот буст опять как бы усиляется и дальше на 20 минуте еще раз некоторые команды только на 20 минуте первый раз рошана убивают а у пауэрэнджерс в перспективе на 20 минуте они убьют рошана уже третий раз и там будет сыграть египс я так смотрю можно ввести на наш чат новый запрет на 322 потому что сейчас наш чат уже фактически взрывается действительно нави играют мягко говоря не в своей тольятке такие похожие игры мы видели наверное еще никогда за эту историю ну я бы знаешь как сказал первую игру навис играли так как не играли вообще никогда именно вот этот конвейер непонятный отдачи какие-то и в целом игра была ну просто ужасная в их исполнении не знаю я не верил бы до конца если бы не знал что это нави а вторая игра ну это типичная ситуация когда одна команда убивает рошана это ну так скажем происходит очень редко команда сейчас вот сейчас нави отдали рошана кто-то там из других капитанов тоже смотрит это и эти команды которые в курсе сейчас убитого этого рошана ближайшие 10-15 игр такой ошибки точно не допустят будут чекать а пройдет опять там месяц полтора опять все утрясется устаканится кто-то забудет и опять какая-нибудь команда попытается убить рошана и нахалявит его ну тут просто нави практически бессильны но они пытаются тащить они как бы не стараются они очень стараются то есть ребят если вы если вот на ранней стадии получаете такое огромное преимущество как рошана ферзбат то вытаскивать эту игру это очень сложно то есть даже наверное любая средняя команда будет вас разрывать а пэры это команда которая имеет огромные успехи в онлайн и мотивацию что очень важно да также они сейчас тут играются скандалом который уже регулярно играет за них стоит чувствую я что сейчас у нас будут размены потому что дпс у пэров разы выше но нет полетел скандал наверх полетел с блинком один собирается он цеплять первым фури он также сможет полететь и фнг тп на второй тавр сзади далеко и вот она так пытается забрать фаник фаник очень толстый бежит сразу в ту сторону чтобы его тиммейтов не цепанули ну тут такое дело ушел точнее пытался уйти с тимбер чейна но он понимал что не уйдет решили отдать фаник а лучше какого-то другого они очень легко отделались потому что на мой взгляд пойди пэр и дальше по низу они скорее всего заставили нави телепортироваться всей командой потратить их тп и еще бы тавр сильно накладывали и потом спокойно бы пошли еще забрали бы центральный тавр в то время как фурион пушил бы вверх и так сыграли более надежно в этой ситуации оказывается короночка от фаеров наверное один из самых успешных героев для этой команды если у тебя получается захватить доминацию то этот хилл вносит тонну тонну хпс снова скандал тапачки на центр не хотят они идти в размен не хотят они отдавать никаких тавров отбился банку и дримсколл кулдаун 10 секунд в это время дальше герой имитирует и пытаются забрать чеширо но в итоге врывается суда пак убивает купея скандал а ну тут еще в спину подошел он пытается ты посмотри сколько их ослабно дамажил получается убить скандала отъезжает фаник это минус 3 потеряли только одного пака ну как бы хоть что-то учитывая какое сейчас положение у это третий фраг они за каждую копейку вгрызаются дэнди пытается там вместе с хвостом забрать tower но не все так просто дэмэджа у них не хватает и и постепенно это нападает на фасад нет у него тп никак он уже не сможет здесь уйти при этом цепляют дэндика а вот свап стана тут как бы вообще шансов уйти было просто ноль надо собирать раму команде надо срочно собирать раму потому что смотри сейчас это уже печально нападает джеймс на пупея пупея и монстра реакции мои нахрен крипы пошел вот отсюда боже бедный пупей понимаешь что даже эти крипы дается ему с огромным трудом за каждого крипа война ну и что ну я ожидаю видеть смку если уж и будет камбэк то камбэк от пупея сараской бкб аганимом блинк даггером да ему по сути осталось ерунда вообще потому что по другому здесь никак вот свайпер уже по моему никак не вытечит в этой ситуации прыгает на вайперов летят банки цепляют климента раскат с хвоста лост умирает также умирает климент и рыдача продвигаются своей цели сейчас вот шейкер даггерси нафармит да и это твой шанс такой устроит опа а дань это пытаются забрать фисурка хорошо так прицелился уходит в инвиз дэнди ну забрать его не так просто рефракшен уже промакшенной и отделался испугом но теперь надо как-то дефить тимбер уже должен закидывать свой диск байбека у фаника нет дэнди умирает 30 секунд ему до появления пишут гг все-таки 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 ну никак блокстоун конечно хорошо но мало для того чтобы выиграть эту катку вот так вот бывает когда ты не чекаешь рошана очень да вообще в принципе любой пик позволяет убить рошана вот поэтому я хотел бы чтобы все-таки рошана до выхода крипов бить нельзя было ну то есть что-то такое сделать чтобы нельзя было вот такие темы это неинтересно любым пиком можно убить рошана поймать своего противника на а